Всем привет! Сегодня я расскажу, как вырастить крепкую и здоровую рассаду перца. Сеять перец еще рановато. Но, если вы хотите получить более ранний урожай, то в принципе можно приступать к посеву семян. Например, вы живете где-то в южном регионе, значит тоже можно посеять перец на рассаду. Либо у вас есть отапливаемая теплица, либо оранжерея. У меня такой теплицы нет, но все же я хочу высадить несколько кустиков перца пораньше, чтобы уже в июне собирать первые плоды для салатов. Поэтому к посадке, к посеву семян я буду приступать немножко раньше обычных сроков. Как правило, перец высевают не раньше середины февраля, но можно и в январе, как я и говорил, для получения раннего урожая. Рассаду перца высаживают на постоянное место в возрасте 75-80 дней. Плюс к этому сроку нужно обязательно добавить 10 дней на появление всходов. Вот таким образом можно высчитывать оптимальные сроки посева для каждого региона. Но я сейчас в январе буду высевать первую партию. Буду использовать покупные семена. У меня это сорт «Подарок Молдовы» называется. Это ранний сорт перца. Чем более ранний сорт, тем, естественно, урожай будет более ранним. Семена обязательно перед посевом нужно подготовить, прорастить и обеззаразить. Несмотря на то, что внешние кусты могут быть здоровыми, вроде бы никаких признаков заболевания не было, но тем не менее различные фитопатогены не дремлют. И на семенах могут присутствовать различные болезнетворные споры, которые потом будут портить нашу рассаду. И рассада может заболеть, погибнуть. И, конечно же, придется отсевать либо покупать рассаду где-то в магазине. Значит, конечно же, собственные семена нужно обеззараживать, да и покупные тоже. Исключением являются лишь те семена, которые обработаны специальным фунгицидным составом. Обычно они зеленого, красного, либо синего цвета, там уже нанесен специальный защитный фунгицидный состав. Вот такие семена обеззараживать дополнительно не нужно. Они уже обеззаражены и можно их сразу высевать, либо отправлять на проращивание. Но вот в этом пакетике, допустим, семена, видно, что они без фунгицидного состава, они обычные. Поэтому обеззараживание я буду проводить. Значит, для обеззараживания можно использовать различные фунгициды, различные народные какие-то способы. Значит, как делаю я? Я обеззараживаю семена в обычной водке из магазина. 40% водка. Значит, берется, вот у меня есть такой стаканчик уже с водкой. Значит, и в стакан с водкой я забрасываю семена на 10-15 минут. Они там продезинфицировались, обработались. Затем семена нужно достать и обязательно промыть чистой водой. Значит, после того, как семена уже обеззаражены, я их всегда проращиваю. Потому что перец довольно-таки такая тугая культура и всходы могут появляться достаточно долго. И бывает такое явление, когда семена остаются на семидольных листочках и перец долго не может проклюнуться. Вот поэтому я проращиваю, чтобы всходы появились, чтобы не оставалось никаких оболочек семян на всходах, на листиках. И, как говорится, ускорить прорастание. Значит, что я делаю, чтобы ускорить это прорастание? Конечно же, семена я замачиваю и заворачиваю в тряпочку. Причем для замачивания я использую раствор с сенной палочкой. Примерно беру пол-литровую баночку воды чистой. Туда добавляю чайную ложку сенной палочки. Либо в жидком виде, либо в сухом виде можно разбавить. Значит, смочить тряпочку, либо ватные диски. И насыпать туда уже мои обеззараженные семена. Семена помещаем на увлажненные раствор сенной палочки ватные диски, либо тряпочку. И укладываем в коробочку, в емкость небольшую. Закрываем крышкой, чтобы они не пересыхали. И ставим в теплое место, где температура плюс 25-27 градусов. Через 5-7 дней у перца появляются корешки, и его можно высевать. Сенная палочка проникает в сами семена, ускоряет их прорастание, активизирует различные ростовые процессы. И затем, уже когда мы высеваем семена в почву, она защищает растения от различных заболеваний. И тем самым рассада растет здоровой. Еще одна важная процедура – это обеззараживание грунта. Потому что огородники, дачники часто используют собственный грунт с участка. Заготавливают грунт на основе компоста, либо землю с огорода. И используют такие грунты для посева семян. И, конечно же, в грунтах, собственно, и в покупных грунтах различных, могут быть всякие источники заболеваний, фитопатогены. И затем перец часто поражается черной ножкой, какими-то еще болезнями, пятнистостями различными, и рассада погибает. И в обязательном порядке грунт нужно обеззаразить. Причем делать это нужно заблаговременно. Также существуют различные способы обеззараживания. Кто-то грунт прокаливает в духовке, кто-то проливает кипятком, кто-то какими-то химическими фунгицидами заливает. Но, скажу так, при таком способе погибает как болезнетворная микрофлора различная, фитопатогенная, так и хорошая микрофлора, полезная. Все там погибает. Все же я таких способов не придерживаюсь. Я стараюсь обеззараживать грунт биопрепаратами. Опять же, можно использовать сенную палочку, можно использовать триходерму. Причем вносить их нужно заранее, не перед посевом непосредственным семян, а примерно за месяц до посева семян. Поэтому, если вы в феврале уже будете высевать перец, то сейчас, в январе, начинайте обеззараживать грунт. Достаньте грунт из мест хранения, занесите в теплое помещение, увлажните хорошенько грунт водой, если он сухой, и внесите сенную палочку, либо триходерму. Вот на 10-литровое ведро грунта понадобится примерно столовая ложка триходермы, если в сухом виде, либо сеной палочки в сухом виде, на гранулах циолита. Либо можете пролить уже водным раствором, увлажнить равномерно грунт, и поставить пакет в теплое место. Примерно за месяц триходерма там размножится, либо семная палочка активизируется, и медленно все эти фитопадогены там уничтожат. Грунт будет абсолютно безопасным для ваших растений. Значит, далее, когда у нас есть подготовленный грунт, обеззараженные семена, уже можно приступать к посеву. Перец можно высевать как в отдельные стаканчики сразу же, так и в общей емкости. Но я предпочитаю высевать в общей емкости, потому что это занимает меньше места на подоконниках. Так как уже сезон рассады стартовал, уже на подоконниках где-то и петуния растет, скоро и перцы, и баклажаны появятся, и, конечно же, все в отдельные стаканчики сразу же поставить много занимает места. Вот, а света сейчас недостаточно, поэтому лучше всего в общую емкость посеять перец. Значит, очень нужно быть внимательным к температуре. Перец теплолюбивая культура, и семена прорастают при высоких температурах. Лучше, если температура будет у вас в квартире, где стоят семена, плюс 25, плюс 27, но хотя бы 23 градуса тепла должно быть, чтобы перец хорошенько пророс. Вот, значит, емкости с перцем, когда уже он посеян, нужно поставить на подоконник и обязательно сверху закрыть крышечкой либо пакетом, чтобы не было испарения влаги и почва не пересыхала. Если почва пересохнет, тут, конечно, всходом будет очень тяжело пробиться через корочку, поэтому закрываем. Как только всходы появились, уже укрытие снимаем, и дальше перец растет в баночке на подоконнике. Сейчас у нас январь месяц, и еще, в принципе, не так уж много солнца для перца, поэтому перец придется дополнительно подсвечивать после всходов. Значит, первые трое, пять суток, вот, перец подсвечивается круглосуточно, то есть мы включили дополнительно освещение, фитолампы, и он подсвечивается круглосуточно. Затем перец уже подсвечивается поменьше, примерно 10-12 часов, до 10-12 часов в сутки. Вот, и так он растет. Когда уже на улице посветлеет, уже более длинные станут дни, это примерно март месяц, уже, в принципе, перец может расти на подоконнике и без дополнительной подсветки. Но, конечно же, не на каждом окне, не на каждом подоконнике. Это касается окон, которые выходят на южную сторону дома, да. Если у вас, например, дом, квартира выходит на северную сторону, там света всегда мало, и там придется перец продолжать подсвечивать. Что касается подкормок перца. Многие стараются активно подкармливать рассаду перца, какие-то удобрения вносить, по листу делать некорневые подкормки. Но, скажу так, можно обойтись, в принципе, вообще без каких-либо подкормок. Если вы приобрели качественный грунт, который сбалансирован по питанию, перец там будет отлично развиваться, без внесения дополнительных удобрений. Поэтому, обязательно изучите грунт. Какой там состав, где производится, какой производитель. Почитайте отзывы в интернете по поводу этого грунта, субстрата. Потому, что, в первую очередь, рассада перца, да и любых культур, зависит от качества грунта. Очень часто люди начинают экономить деньги, идут на рынок и покупают непонятно какой грунт. И рассада начинает болеть, бактериозы различные появляются, различные могут быть вредители, фитопатогены, и все полностью погибает. Вот поэтому лучше чуть-чуть может иногда даже переплатить, чуть дороже заплатить денег, но купить действительно качественный грунт. А лучший вообще вариант, если есть, конечно, возможность, приготовить грунт самостоятельно. И у нас на канале очень много роликов, где наши авторы рассказывают различные рецепты грунта и для рассады перца, и для томатов, и для других культур. Вот такие грунты, приготовленные самостоятельно, они лучше всего работают. Вы всегда знаете, какие вы туда удобрения вносили, какие там компонентные есть, и рассада обычно в таких грунтах также развивается без дополнительных подкормок. Обязательно позаботьтесь про беззараживание семян, про беззараживание грунта, и тогда у вас получится крепкая и здоровая рассада. Спасибо за внимание и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова